Что происходит с рынком нефти и акций после ответных ударов Израиля по Ирану? Какую сумму российские инвесторы получат от компании в виде дивидендов уже в ближайшие месяцы? Кто заставит производителей электроники продавать ее с большой скидкой? Как недобросовестные покупатели грабят ритейлеров на миллиарды рублей? И что делать, если твой начальник – токсик? Друзья, приветствую! Это все мы в ближайшие минуты обсудим. Как всегда, с вами Кира Юхтенко. Это ежедневный обзор новостей от команды InvestFuture. Если вам нравятся наши работы, то ставьте лайки, пишите комменты и, конечно, подписывайтесь на наш канал, если вы вдруг еще не подписаны, потому что здесь становятся финансово грамотными, учатся разумно инвестировать и больше зарабатывать каждый день. Друзья, начать выпуск я хочу с новой событий, которые происходят за пределами нашей страны, но при этом оказывают на нашу экономику и рынки самое непосредственное влияние. Да, собственно, и на весь мир. Причем иногда даже не сами эти происшествия, сколько их ожидания и опасения. Ну, давайте попробуем разобраться, в чем у нас дело на этот раз. Итак, Израиль все-таки ответил на атаки Ирана. Причем удары Тель-Авива пришлись возле ядерных объектов страны. Ну и мир сперва в очередной раз немного съежился. Ну, все-таки Израиль готовил свой ответ целую неделю, и многие опасались, что эскалация конфликта может привести к серьезным последствиям, ну, вплоть до Третьей мировой войны. Такие прогнозы снова зазвучали. Кто-то даже заговорил про ядерные риски. Ну, хотя, конечно, чем дольше Израиль не отвечал, тем меньше и меньше оставалось все-таки у инвесторов страхов. Ну и на деле атаки оказались все-таки довольно ограниченными, и, возможно, потому что западные страны все это время обрабатывали Тель-Авив, чтобы тот все-таки не жестил в своем ответе. Ну, как бы там ни было, мы не политологи, но мы видим, что серьезного беспокойства на рынках это в итоге не вызвало. К тому же Иран сразу же после израильских ударов начал преуменьшать их масштабы и описывал как максимально неудачные. Ну, в общем, получилось все как-то довольно предсказуемо для рынков, и даже, может быть, в каком-то смысле немножко нелепо, особенно если учитывать накал, который разгоняли политики, ну, а за ними и средства массовой информации. Хотя справедливости ради, когда атака Израиля только произошла, у людей не было данных о ее масштабах, и в результате цены на нефть марки Brent резко взлетели с 86 до 90 долларов за баррель и выше. Но чем больше появлялась информация о том, что дальнейшая эскалация будет, тем больше откатывались нефтяные котировки. К середине дня они вообще опустились даже ниже, чем были до израильской атаки, хотя потом там немножечко еще обратно отыграли. Ну, ладно, бог с ней, с волатильностью в нефти. Теперь давайте о том, как это все скажется на финансах. Если глобально, то падение нефти повлияет на мировые рынки скорее положительно. Да, если уменьшатся геополитические риски, то нефть подешевеет. Уменьшится давление на инфляцию, ну, а значит, центробанки все-таки смогут когда-нибудь понизить ключевые ставки. Теперь, что касается России. Для нашей экономики такая ситуация с нефтью не выглядит позитивной. Но вот смотрите, в рамках договоренности ОПЕК+, Россия сильно сократила добычу нефти. И при этом ряд наших НПЗ сейчас в ремонте. Это все уже привело к снижению экспорта, хотя благодаря высоким ценам на нефть это не повлияло на общую денежную выручку, что, в свою очередь, поддерживало наш бюджет и давало рублю уверенности. При этом в последнее время национальная валюта начала падать. В середине недели рубль ушел до минимумов с октября прошлого года. И связано это не только с нефтью, но и с другими внешними факторами. В частности, влияла экономическая ситуация в США и высокие процентные ставки ФРС. Доллар, в принципе, укреплялся по отношению ко всем мировым валютам. И рубль исключением не стал. Но можно взглянуть на индекс доллара. Он реально вырос до максимумов за полгода. Давайте немножко подрезюмируем. Снижение цен на нефть после спада напряженности на Ближнем Востоке уменьшит стоимости нашей нефти тоже. В сочетании со снижением добычи это будет дополнительно на рубль давить. Ну а значит, в ближайшее время не стоит удивляться, если он продолжит все-таки к доллару немножко, но снижаться. Если же говорить про наш фондовый рынок, то более дешевая нефть для него это, конечно, скорее негатив, хотя не такой уж сильный, чтобы отчаиваться. Ну, на самом деле, цены на нефть сейчас хоть и ниже недавних рекордов, но все еще, как мы видим, на довольно высоких уровнях находятся. Существенно на наш рынок повлияет только их падение ниже 80 долларов. Пока можно, наоборот, говорить о грядущем усилении рынка от притока денег. Смотрите, впереди дивидендный сезон, об этом мы еще через пару минут поговорим, и при этом часть дивидендов вернется в виде инвестиций. Это тоже хороший импульс для роста. Потом некоторые россияне получат деньги за свои заблокированные активы, я надеюсь, ну и часть из них тоже пойдет на рынок обратно, потому что куда еще? Ну, в общем, если не произойдет каких-то новых геопотрясений, то в целом пока никаких глобальных спадов не предвидится. Ну а более конкретные изменения на рынке мы уже прямо сейчас обсудим через пару секунд. Друзья, по статистике каждый второй россиянин наберет кредиты на отпуск. До лета осталось меньше 43 дней, и если вы заранее не откладывали деньги, то рискуете пополнить статистику тех, кто отдыхает в долг. При желании вы еще можете накопить на отдых, причем без лишнего стресса для себя и своего кошелька. Сегодня за одно простое задание на фрилансе можно получать от 2 до 5 тысяч рублей. Ну а если подключить к работе на иеросети, то заказ можно выполнить всего за час. То есть, подрабатывая по вечерам, за пару недель вы можете накопить на полноценный отпуск. Но для начала нужно разобраться, где находить по-настоящему прибыльные заказы, ну и как работать с нейросетями, чтобы с их помощью выполнять задания быстро и качественно. При этом на поиск нужной информации о том, с чего начать, может уйти до нескольких недель. Чтобы сэкономить ваше время и силы, ребята из команды NeuroBoost подготовили 3 очень коротких, но при этом полезных урока. Их общая длительность всего 15 минут, и за это время вы узнаете, где находить прибыльные заказы, и вы научитесь выполнять их при помощи нейросетей. Быстро, качественно и эффективно. То есть, друзья, уже сегодня вы можете сделать свой первый шаг для выхода на фриланс и получить свой первый доход на удаленке. Переходите по ссылочке в описании к ролику и бесплатно забирайте 3 урока для успешного старта на фрилансе. Теперь, друзья, давайте быстренько пройдемся по новостям нашего рынка. И, как и обещала, мы начнем с дивидендов. Тут аналитики Промсвязьбанка подсчитали, сколько российские компании могут выплатить акционерам в ближайшие несколько месяцев. Если цифры удивят вас так же, как и меня, это нормально. Они действительно рекордные. Итак, во втором квартале наши компании выплатят дивиденды почти на 4 триллиона рублей. Согласитесь, этот прогноз звучит прямо внушительно. Частные инвесторы должны получить около трети от этой суммы, что тоже совсем немало. И, по мнению экспертов, после этих выплат обратно в рынок в виде инвестиций может вернуться порядка 640 миллиардов рублей. Так что не зря в ПСБ считают, что дивы, в принципе, станут главным фактором роста нашего рынка в этом квартале, о чем я, в принципе, и говорила. Этот прогноз лишь подтверждает, в общем-то, наше позитивное ожидание по Мосбиржу. Что еще у нас из хороших новостей? МТС-банк тут определился с ценой размещения. Она составит от 2350 до 2500 рублей за акцию. Это даст компании рыночную капитализацию примерно в 70-75 миллиардов. При том, что привлечь они хотят 10 миллиардов. Кстати, прием заявок открылся 19 апреля. И, простите, но жарко стало практически сразу. Всего за один день книгу заявок пришлось переоформить аж два раза. Так много появилось желающих. Причем как среди институционалов, так и среди розничных инвесторов. В каком-то смысле претендент на IPO года у нас намечается. Закроется сбор заявок 25 апреля. И при этом компания неплохо себя и в прошлом году показала. Чистая прибыль выросла в 4 раза, ну а общий капитал на 20%. Ну и цена размещения, на самом деле, довольно низкая. Хотя некоторые эксперты указывают на низкую рентабельность капитала в сравнении с сектором. Так что все зависит от того, какой рост компания покажет в конечном итоге на бирже. Про громкое IPO сказала. А теперь давайте еще пару слов о недавнем вторичном размещении бумаг группы Astra. Кстати, не менее громком. Все же оно стало крупнейшим дебютным SPO за последние три года. Ну а в IT-секторе в принципе крупнейшим с 2020 года. По итогам компания увеличила долю своих бумаг в свободном обращении в три раза. До 15%. Цена размещения, кстати, красивая. 555 рублей. Хорошо, что не 666. Суммарный объем SPO превысил 11,5 миллиардов рублей. Ну, в общем, компания теперь может претендовать на то, чтобы попасть в первый уровень листинга. Ну а заодно и в индекс Мосбиржи, что для нее на самом деле является фактором успеха. Так что поздравляем. Мы всегда рады, когда у нашего IT-сектора получается. Я говорила, что не стоит расстраиваться снижению индекса Мосбиржи последних дней, что это обычная корректировка. Сегодня он снова растет, причем очень даже хорошо. Плюс 0,6% к вечеру приросло. Почти до 3474 пунктов. Так что продолжаем держать кулачки и все-таки верить в 4000. Тут много факторов. Из основных, на мой взгляд, это то, что нефть все-таки к росту перешла и к вечеру доползла почти до 88 долларов за бочку. Ну и даже не это главное. Просто посмотрите, какая красота у нас сегодня на тепловой карте. Возможно, инвесторы все-таки приободрились. Ну вот как раз на разговорах о дивидендах. Не буду подробно на компаниях останавливаться. Давайте просто полюбуемся такой красотой. Ну скажу только, что нефтегазовые компании, вероятно, растут на новостях с Ближнего Востока и с заявлениями в Евросоюзе, что отказаться от российского газа в ближайшее время у них точно не получится. Я думаю, что акционеров причастных компаний это явно порадовало. Хотя ложку дегтя я все-таки добавлю. Речь о Русале, который в последнее время очень переживает за свое будущее и за новых санкций на российский алюминий. Вообще США очень четко придумали такую многоходовочку против наших металлургов. Они не только запретили Чикагской и Лондонской биржи их закупать, Байден еще и пошлины на китайский алюминий и призвал поднять сразу в три раза. По Русалу это может довольно серьезно ударить, потому что часть российского сырья шла на мировые рынки именно через Китай. Он закупает его у нас с довольно большим дисконтом, ну а потом продает с хорошей наценкой уже в другие страны. Причем, смотрите, на перечисленных биржах нельзя теперь торговать не просто приехавшей из России алюминий, но и произведенной здесь. Ну, в общем, у Китая поставки на американский рынок могут сильно сократиться. Ну, а значит, что и по закупкам в России это тоже рискует ударить, и, соответственно, прибыль наших металлургов тоже может в итоге подснизиться. Но будем надеяться, что как-то придумают, как это обойти. Ну и в конце рыночного блока давайте оставлю небольшую подборку от Сбера, который тут решил поделиться пятью акциями, которыми чаще всего торговали его клиенты. Это бумаги самого Сбера, ну а еще Мечел, ВТБ, Газпром и Россети. То есть тут речь именно о тех, кто чаще всего торговался, то есть и покупка, и продажа. Я думаю, что, услышав Мечел, вы и так это поняли. Из самых популярных, кстати, оказались, опять же, Сбер, причем и обычка, и префы, опять же, ВТБ, ну и Роснефть. Да и вообще, доля акций в портфелях частных инвесторов в начало года успела на 2% вырасти. Сейчас это уже почти 49%. Кстати, вот о реальном росте. Мы тут недавно решили разобрать акцию, которая с момента первичного размещения уже успела вырасти в 10 раз. Ну а чистая прибыль самой компании в 12. Ну, в общем, она себя чувствует вполне хорошо и даже отказывается от идеи привести СПО. Заинтриговала? Я говорю про компанию Artgen Biotech. Там и сама компания, на самом деле, очень интересный, и сектор в целом привлекательный. Так что очень рекомендую наш новый спецвыпуск. Мы там очень подробно разбираем, какие перспективы этого рынка и у самой компании, почему они так быстро растут и чего ждать инвесторам по дивидендам. Обещаю, что этот ролик вас не оставит равнодушным. Ссылочку в описании оставлю. Да, возвращаясь к данным от Сбера по портфелям инвесторов. В них выросла не только доля акций, облигации тоже стали попадаться гораздо чаще. Сейчас они занимают больше 36% в портфелях инвесторов со счетами в Сбере. Ну, в общем, инструмент становится все популярнее. Поэтому не могу не поделиться с вами одной очень крутой и классной подборкой, только на сей раз это подборка уже от команды нашего канала Ивстокс. Ребята подготовили такую подборку бумаг, которые будут ежемесячно приносить пассивный доход. Ну, а уже какие траты вам с помощью этих денег покрывать, пусть каждый решает сам. Причем, чтобы реально пассивно зарабатывать на облигациях из этой подборки, вам не нужны десятки миллионов рублей. Начинать можно с самого малого и, собственно, потихонечку портфель пополнять. Ну, в общем, меньше слов, больше дела. Переходите в канал Ивстокс по QR-коду на экране или по ссылочке в описании и начинайте формировать свой пассивный доход уже сейчас. Подборка будет вас ждать в закрепленном посте. Ну, и помните, друзья, когда вы можете потрогать деньги, которые вы инвестируете, это очень помогает не терять мотивацию. Ну, и по традиции, друзья, переходим от рынков финансовых к потребительским. Ну, вообще, давайте обсудим мою уже любимую тему, любимую в кавычках, как российские производители электроники пытаются сделать свою продукцию популярнее. Хотя сегодня, надо сказать, что новости скорее позитивные. Вообще, как вы помните, идей на эту тему мы за последнее время увидели, ну, простите, целый фонтан от повышения пошлин на импорт до полного запрета ввоза смартфонов и ноутбуков. Все эти варианты, если и могли помочь нашим отечественным производителям, то вот по покупателям могли довольно больно ударить. Поэтому они, в общем-то, и встретили довольно много дискуссий. Но вот свежая идея, как этот бизнес поддержать, уже больше похожа на что-то конкурентное. Ну, по крайней мере, в карман к покупателям тут никто залезть не собирается и даже скорее наоборот. Что это за такое предложение? В чем тут суть? Смотрите, Минпромторг предложил давать российским производителям специальные денежные субсидии для того, чтобы те могли конкурировать с импортными брендами. Как это будет выглядеть? Ну, на самом деле, все как с льготной ипотекой. Вы делаете скидки покупателям на свой продукт, ну, а мы покрываем эти расходы и с бюджетом. То есть в итоге потребитель берет технику с дисконтом. И при этом производитель, делая скидку, ни копейки не теряет. Ну, по-моему, идея выглядит достаточно неплохо. Главное, чтобы пузырь такой, как в льготной ипотеке, на рынке не надулся. Ну, в общем, какой-то общий язык между покупателями и производителями власти сейчас пытаются навести. Это хорошо. Ну, а вот у посредников, то есть у продавцов, тем временем, проблемы свои. Сети начали массово жаловаться на мошенников. Да-да, и тут нашлись свои аферисты. В чем тут дело? Дело в том, что некоторые покупатели намеренно портят купленную технику, потом приходят к продавцу и требуют выполнения гарантийных обязательств. Причем предоставляют фейковые доказательства заводского брака. Ну, а когда они получают отказ, то идут в суд. И вот так как часто этим занимаются недобросовестные юристы, под видом обычных покупателей, ритейлерам нередко приходится выплачивать компенсации. Продавцы уже попросили Минпромторг и Генпрокуратуру с ситуацией разобраться. Но все-таки суммы там немаленькие. В прошлом году общая сумма исков к пяти крупнейшим ритейлерам превысила миллиард рублей. Ну, а с 2020 по 2022 год мошенники смогли получить через такой способ 7,5 миллиардов. Причем продавцы утверждают, что из-за такой ситуации им приходится закладывать издержки в конечную стоимость товаров. Это, конечно же, их привлекательность для клиентов понижает. Чтобы решить ситуацию, ритейлеры предлагают внести правки в закон о защите прав потребителей. Ну и в частности, четко регламентировать статус эксперта, который оценивает поломку или брак и может выносить заключение, которое будет котироваться судом. Ну, в общем, ситуация на самом деле тонкая. Если и менять положение о правах потребителя, то делать это нужно очень осторожно, на мой взгляд. Чтобы не получилось наоборот, что у недобросовестных продавцов будет инструмент против честных покупателей. Ну и нынешние жалобы бизнеса, конечно, стоит учитывать. Терять большие деньги на пустом месте из-за чужого обмана – это всегда довольно неприятно. Ну, кстати, напишите в комментариях, что вообще об этой ситуации вы думаете. Друзья, ну и давайте закончим выпуск вопросом. Хороший ли у вас начальник? Не стесняйтесь, рассказывайте, потому что с нами можно поделиться, мы никому не расскажем. И тем более я уверена, что руководители с токсичным характером хоть раз в жизни, но попадались, наверное, каждому. Ну, конечно, работать в таких условиях обычно очень непросто. Ну и, кстати, кажется, что россияне стали все реже мириться с несправедливо грубым отношением к себе со стороны начальников. По результатам опроса от компаний U-Team и Talantics, руководитель Токсик вошел в топ-3 причины увольнения по собственному желанию. Там еще уровень зарплаты, что логично, и психологический климат в коллективе. Ну и более того, как рассказывают кадровые агентства, сейчас искатели начали прямо-таки наводить справки на потенциальное место работы. Причем все больше интересуются именно стилем руководства в компании. Я такой подход, на самом деле, точно поддерживаю, потому что работа — это и так нелегко. Ну а если еще и нервотрепка постоянная происходит на пустом месте, то так и выгореть, конечно, недолго. Ну а нам сейчас такое уж точно не нужно. У нас в стране и так недостаточная производительность труда. Ну, вообще, шутки шутками, но тренд действительно хороший. Я думаю, что он, возможно, стал благодаря сложившейся ситуации на рынке труда в целом. Дефицит кадров почти в каждой отрасли сейчас, ну а значит и конкуренция за сотрудников тоже высокая. И поэтому соискатель начинает уже более придирчиво выбирать место работы и оценивать компании по большому количеству критериев. Друзья, что вы на этот счет думаете? Возникало ли когда-нибудь у вас желание уволиться, потому что у начальника характер не тот? Ну а если вы сам руководитель, то напишите, какого стиля управления вы придерживаетесь. Будет интересно почитать. Ну что, друзья, на этом сегодня у меня все. Если выпуск понравился, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, жмите колокольчик. С вами была Кира Юхтенко и команда InvestFuture. Я вам желаю хороших выходных и до новых встреч у нас на канале. Берегите, пожалуйста, себя, своих близких и свои деньги. Всем пока.